Всем привет! Привет-привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы, я, Таня, Илья и Настя, ездили, занимались шопингом. Ну, шопинг не просто там какой-то шопинг, а шопинг по продуктам. В предыдущем видео я вам рассказала, что мы ездили на базар, уже на обратной дороге из метра, ездили на базар и купили там овощей, которым им были нужны, овощи и фрукты, на 425 рублей. Вы уже заценили и сумму, и заценили качество овощей, и уже написали все комментарии, все, что вы думаете по этому поводу. Вот. И в этом видео я вам сказала, что, что касается покупок моих в метро, я вам расскажу чуть позже. Ну, вот настал, наконец-то, этот момент, когда я вам расскажу, что же мы все-таки купили в метро. Хочу вам сразу сказать, что мой чек, вот смотрите, какой длинненький такой, мой чек составил в турецких лирах 3610 рублей. 3610 рублей – это 12300 рублей примерно. По какому курсу я считаю? Я считаю по курсу 3-4, потому что если бы я прям сегодня меняла бы рубли, то меняла бы я их по такому курсу. Очень часто вижу комментарии про то, что там считают по какому-то 4 курсу, по курсу 4,5. Я не знаю, может быть, вы там где-то находите именно такой курс, каких-то там обменниках таких не очень правильных, или еще каким-то там туроператоров, или еще как-то каким-то образом меняете деньги. Может быть, в аэропорту. Это все очень там курс, очень невыгодный в аэропорту, во всех обменниках, если менять рубли, очень невыгодно. Я уже говорила вам в каких-то видео, как это делаю я. Я со Сбербанка перечисляю деньги на Тинькофф. У меня есть Тинькофф, Сбербанк не работает с этой системой. Работает только Тинькофф. Спасибо, что он есть. У меня Тинькофф, карта Black, MasterCard. Вот, я перевожу на нее, и с нее уже перевожу на корону, вот по курсу 3,4. Я посмотрела сегодня, какой курс 3,4. И можно пойти и снять наличные в ближайшее почтовом отделении, либо найти отделение золотой короны, какое вам там поближе будет. Ну, у меня есть, у меня открыт счет в турецком банке, и я сразу автоматически перечисляю туда деньги. Как быстро деньги доходят? Буквально 10-15 секунд. Вот, то есть, вот прям тут же деньги поступают на мой счет в турецком банке. Вся операция, там, с заполнением всяких данных, ну, занимает, не знаю, у меня сейчас уже автоматически, ну, 5 минут, 5. Если там первый раз делаешь, то 15 минут. Ну, итог, потому что проверяешь там паспортные данные, ну, чтобы нигде не ошибиться, ни в каких цифериках, а то вам еще и потом это не выдадут. Вот. Поэтому очень хорошо, что есть Тинькофф банк. Пока эта система работает, будет работать, дальше не будет. Я не знаю, но пока вот она работает. И у Тинькоффа, под каждым видео сейчас буду об этом говорить, может быть, кому-то эта информация нужна, и может быть, кому-то она полезна. Ну, у Тинькоффа сейчас проходит акция, если вы оформляете карту, там, там разные, вот, Black, там какая-то кредитная, про кредитную я ничего не знаю, не изучала этот вопрос, вот. Ну, точно могу сказать вам, что про карту Тинькофф Black, если вы оформляете ее до 22 декабря и совершаете по ней какую-то покупку, ну, то есть, что карта активная, вы там где-то ей расплатились, то банк гарантирует бесплатное пожизненное обслуживание этой карты. Вот у меня аккурат такая, за два года я не заплатила еще ни копейки, всем рекомендую, ну, кому это актуально, ей же можно не только пользоваться для того, ну, в Турции, чтобы там переводить эти деньги, но и ей же можно воспользоваться и в России, там у них какие-то бонусы, кэшбэки и все такое прочее. Ну, поскольку я не в России, использую ее только для вот переводов, вот для таких вот переводов, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Но если кто-то заинтересовался и хочет оформить такую карту, то я оставлю свою реферальную ссылку, пожалуйста, по ней переходите, тогда будет вам бесплатное обслуживание пожизненно. Ну, и мне там прилетит-то чашку кофе чего-нибудь, какие-нибудь копеечки. Ну, и вернемся к нашему шопингу в метро. Закупочка. Закупочка у меня, вот еще раз повторяю, на 12, там, тысяч 300 рублей. Я не знаю, я не так часто езжу в метро, не так часто закупаюсь на такие деньги, но я помню, что когда мы, я еще жила в России, и мы ездили в метро, вот с Денисом очень часто ездили в метро, закупали продукты у меня, ну, продукты и все, что там необходимое. У меня всегда чек выходил примерно на такую сумму. Ну, там, если особо ничего не надо, то на 7 тысяч, а если особо что-то надо, то вот на 10-12 тысяч. Ну, не об этом речь, речь о том, что вот в этот раз у меня ценник большой, чек большой, дорогой, и я сейчас объясню, почему. Кроме того, что мне нужно было покупать мясо, и тут вот по мелочи всяких банок-склянок, я покупала жидкость для стирки, поговорим про это отдельно, потому что есть тема про это поговорить, и я покупала алкоголь. Никогда вам не показывала алкоголь, никогда, ни в магазине не снимала ничего, потому что не было случая. А теперь случай случился, сало сальное, масло масляное, значит, случай случился, и мне нужно было купить алкоголь. У меня скоро день рождения, выдалась возможность съездить сейчас, мы поехали, я вот купила, заранее будет стоять, ждать своего часа, потому что на дне рождения у меня будут гости, мне нужно будет их угощать, гостей, я надеюсь, будет много, поэтому боюсь, что... Не люблю, вы знаете, когда собираешь гостей и думаешь, ой, а вдруг не хватит, а вдруг этого не хватит, а вдруг вот там голодные уйдут, всегда переживаю, я лично всегда переживаю, что мои гости уйдут голодные, или там в процессе застолья окажется, что там чего-то не хватает, или там того же самого алкоголя, вот надо сбегать еще. Ну, поговорка про то, что сколько водки не бери, все равно три раза бегать, это, конечно, смешно, но не касается дня рождения, потому что хозяйки все готовятся там по полной программе. Кстати, у меня на столе обязательно будет лимончелло, который я сделала, будем мы, девочки, его пробовать, ну и мальчики, кто захочет. Алкоголь, уж долго говорю. Сейчас я вам покажу этот алкоголь и скажу, сколько он стоит, потому что я уже пересчитала все в рублях. Понятия не имею, какие сейчас цены на алкоголь в России. Год я там уже не была, в магазины не ходила, поэтому, если у вас есть какие-то знания по этому поводу, вы знаете, сколько стоят там те напитки, которые я здесь купила, напишите, пожалуйста, для сравнения, очень хочется знать. Все, пойдемте смотреть алкоголь сначала, с него и начнем, собственно. А все остальное я вам уже буду по ходу рассказывать. Посмотрим мы мясо, посмотрим мы чистящие, моющие, порошок этот стирания, порошок жидкий для стирки. И я просто вам общей картинкой покажу, что еще я купила. Вот. Пойдемте алкоголь смотреть. Ну что, по алкоголю выставила все здесь для красоты, чтобы вы посмотрели. Но на переднем плане у меня стоит, смотрите, что читайте, квас Афанасий. Таня сказала, что мы будем делать окрошку, захотелось нам окрошки, поэтому купили квас, и вот он тут у меня стоит на переднем плане. Покупала она, не знаю, сколько стоит, но мне кажется, что что-то очень дорого. Лив 60 за бутылку, или что-то такое похожее на это. Так, ну и вот, собственно, алкоголь. Что я из алкоголя купила? Я купила виски, Белс и виски Балантайз, бутылки литровые, и бутылку вина полтора литра. Значит, ну начнем с Белса. Так, где у нас тут чек? Вот, смотрите, виски Белс стоит 160 лир, это 1560 рублей. Вот я тут специально уже посчитала все. Так, вот Балантайз, 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 стоит 500 лир, вот видите, 500 лир, это 1700 рублей. Бутылки литровые, еще раз повторяю, это литровые бутылки. Мне кажется, что как-то не очень это дорого. А вино, вино, вот вино, вот оно, господи. вино 435 рублей. Вино самое дешевое. Ну, я в винах ничего не понимаю, я их не люблю, я их не пью, но взяла на всякий случай, может кто-то будет из девочек захочет вина, и вино мы пьем обязательно соком. Просто несколько раз покупали, ну такой вот, разводишь соком и этим, вишневым. Мне попробовала, и мне даже понравилось. Хотя я вино не люблю, я вот лучше выпью вот какой-то вот такой вот напиток, и то с какой-нибудь кока-колой. Живьем мне не очень нравится. Так, и вот собственно, собственно, это вот по поводу напитков. Ну и чтобы закончить тему с напитками, вот такой вот сок, вот с этим вот вином. Мне кажется, что девочкам понравится, да там кто будет пить. и вот из напитков я еще купила лимонад такой, он негазированный, и видите, написано шакер сис, это значит, что он без сахара, что меня очень радует. Вот такой вот лимонадик можно будет попить. Так, ну а следующим, что мы посмотрим, на мясо будем смотреть? Ну вот и мясо, собственно, из субпродуктов. Значит, вот такой кусок говядины. Только мне не пишите, что он не такого цвета или еще что-то такое. Тут очень плохое освещение у меня на этом столе. Вот. Мясо свежее, его здесь покупают, в метро и везут уже дальше, даже по магазинам. Так, я, короче, тут все посчитала. И мясо, мне обошлось, дорогая покупка в 1058 лир. Вот этот вот кусок. Значит, здесь вы видите или не видите, нет, видите, вот 6120. За килограмм получается, если в рубли переводить по курсу 3-4, 588 рублей за килограмм. Дорого, дешево. Здесь одна мякоть, костей здесь нет. Вам судить. Для меня это нормальная цена, потому что год назад в России я покупала мясо говядины по 500, 550, 600 рублей и выше. Ну, если там какая-то другая часть. Поэтому для меня кажется, что цена вполне приемлемая. И здесь у нас еще окорочка и филе. Филе тоже дорогое. Вот я тут даже все посчитала. Вот тут в чеке, если кто не верит, вот в чеке. Вот видите, 250 лир. 250 лир. На 850 рублей вот этот вот 3 килограмма 124 грамма получается по 272 рубля за килограмм. наверное, дорого. Почти 300 рублей. Я уверена, что в России это дешевле. И окорочка. Окорочка 3 килограмма 440 грамм. обошлись мне в 391 ровно в 400 рублей. Короче, получается окорочка 104 рублей за килограмм. Не знаю, напишите, дорого или дешево, или цена соответствует примерно цене в России. Ну и тут вот всякие разные это крылья индейки, желудки куриные и печеночка. Это я для Жосика купила, буду ему готовить. Ну а из крылышек сделаю супчик какой-нибудь. Вот такие вот мясные закупки. Ну и осталось вам показать что-то по мелочи, что я купила. Это соевый соус, мед. Цены не буду вам говорить, вот нет смысла. Купила банку фасоли, банку горошка. Найти в маленьких банках в Турции проблематично, особенно вот в метро. в России всегда покупаю хайнс, здесь хайнса что-то я не вижу. Ну вот короче большие банки такие по полкилограмма. Еще я купила для салатиков консервы рыбные, это тунец и вот зато есть вот такая вот кукурузка небольшая, тут вот три баночки. Сейчас я вам покажу. Вот такие три небольших баночки. Мне нравится что они вот маленькие, что удобно открыл и все. Две пачки макаронов борилла и крабовые палочки. Кстати, у меня спрашивали про крабовые палочки, есть они здесь или нет. Вот они есть, не помню сколько стоят, что-то 80 наверное. Ну я здесь первый раз покупаю крабовые палочки, но Таня сказала, что здесь невкусные, что в России гораздо вкуснее и если делать рулетики, то они еще здесь не разворачиваются. Это вот все по продуктам, ну вот, что называется по мелочи. Задача была купить мясо и алкоголь и мы с ней успешно справились. Ну и осталось вам показать, что из бытовой химии я купила вот купила стиральный жидкость для стирки. Вот смотрите, 66 стирок по 10 килограмм. Здесь сколько? Где тут литраж? 4,300 4,290 литра. Я за эту историю за 4 литра заплатила так где-где-где-где-где-где так сейчас найду ага вот нашла вот видите персил заплатила за него 466 рублей 4 литра персила 4,300 стоит 466 рублей Почему заостряю на этом внимание сейчас переверну камеру поговорю с вами почему на этом заостряю ваше внимание потому что на канале зашел жаркий спор о том что в Турции все дороже это дороже это дороже и мы чистящие и моющие стоят примерно столько же сколько в России клянусь не знаю сколько сейчас в России стоят стиральные порошки жидкости понятия не имею ну вот я вам говорю цену на порошок на вот этот на жидкость для стирки гель и еще вот я там в комментариях отвечала я в другом магазине не по скидке купила ферри для посудомоечных машин вот видите да большой такой пакет здесь так сколько здесь 75 капсул и заплатила я за эту историю что-то то ли 270 лир то ли 280 ну вы можете умножить на курс 3-4 и вряд ли за такие деньги 85 штук купите ферри ферри самый дорогой не по акции вот про что касается чистящих моющих и бытовой химии что еще я там купила сейчас я вам покажу не буду заострять цен на внимание на ценах потому что я не хочу тут сейчас искать пересчитывать вот купила фольгу алюминиевую купила пакетики для мусора эти с запахом лимона эти с запахом клубники не знаю кто это придумывает но вот представлю что это сейчас все смешается с мусором наверное интересно будет сочетание так и что еще купила купила вот такие вот штучки сейчас подождите вот так вот покажу вам ой она тут запечатана в общем такие вот формочки фольга турки очень часто в таких формочках делают ашуры и вот ходят по подъезду раздают по подъезду там по квартирам соседям я на день рождения задумала одно блюдо и мне для этого понадобятся вот такие вот формочки это будет сразу такой секрет завесу тайны это будет горячее горячее будет у меня вот в таких вот формочках но все остальное я вам не скажу обязательно мы снимем отдельное видео моего подготовки к моему дню рождения и стол будет что-то новенькое ну и старенькое тоже будет решила что у меня пора уже новый год вот у меня теперь такая елочка будет маленькая посмотрела там елки в метро от 600 лир почему около 2000 рублей но они большие и мне она такая не нужна мне ее просто ставить никуда я бы хотела вот туда вот вот видите вот туда поставить такую елочку ну высотой где-нибудь метр там метр 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 двадцать так и она по-моему еще горит ну-ка давайте мы ее попробуем включить если есть если есть там батарейка да тут батарейка но тут надо откручивать илья этим займется и она еще вот я просто вижу тут это переплетение она еще будет светиться в общем сейчас найдем если есть такая батарейка окажется что такой батарейки подходящий ну как обычно в магазин бежать вот и что и еще вот купила вот такой вот рулончик упаковочной бумаги новогодней тематики будем подарки какие-нибудь покупать упаковывать так что вот пусть пока лежит и последнее вот забыла вам рассказать вот когда про бытовую химию рассказывала вот еще я обещала кому-то показать как выглядит вот этот вот жидкость для выведения пятен вот сир аспринс вот она мне вот 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 именно вот это мне очень нравится сейчас я вам покажу другую которая у меня закончилась мне она как-то не очень приглянулась была у меня вот такая вот видите тоже этот аспирнет аспирнет ну короче вот это вот мне не очень понравилось другая фирма эрнет лучше не берите ну может кому-то может мне так показалось но это мне больше больше по душе ну вот такие покупочки я совершила в метро показала вам все практически в деталях если вам интересно было мое видео поставьте лайки пожалуйста вам же не трудно на кнопочку просто нажать а мне будет приятно я буду знать что мой труд оценивается и жду от вас комментариев по поводу цен сравнения с цен в россии или там в каком-то другом государстве пожалуйста пишите там в какой-нибудь валюте будем все все будем пересчитывать ну а с другой стороны я конечно понимаю что ну пересчитали ну узнали что тут дороже там там дешевле ну что от этого изменится ничего каждый живет в своем городе в своей стране и никто из вас не пойдет в турцию покупать персил например да и я не поле не помчусь в россию покупать что-то там ну не знаю что там может быть дешевле не поедут бензин за бензином не поеду я в россию точно вот поэтому ну мы просто можем узнать что ну вот где-то дешевле а у нас лучше дешевле а вот там где-то дороже вот давайте обсудим это в комментариях сейчас я с вами попрощаюсь до следующего видео обязательно увидимся жду от вас обратной связи и не забывайте кроме дзена у меня теперь есть одноклассники в которые тоже попадают видео если вы не хотите их смотреть на ютубе вам неудобно по каким-то там причинам то одноклассники у вас всегда под рукой вы всегда можете посмотреть мои видео и жду от вас комментариев также и на канале одноклассников ссылку я оставлю в описании кто не знает как пользоваться описанием то там есть такая галочка вниз на нее такой вот птичка на нее нужно нажать там откроется еще какой-то текст написать еще нажать на еще и вы увидите уже все ссылки на мои соцсети на теньков на дзен на одноклассники в общем на все на все вы там найдете информацию ну а для простоты для упрощения кто хочет записаться записаться в группу присоединиться к нам в группе в одноклассниках группа называется пенсионерка в Турции пенсионерка это я Турция это место где я живу страна увидимся с вами обязательно в следующем видео жду вас всех на всех каналах соцсетях кстати мне там предлагают я никак не могу с вами попрощаться кстати мне предлагают еще и канал открыть на вконтакте ну не знаю по-моему пока одноклассников достаточно а там кто знает может быть еще и там откроем увидимся с вами в следующем видео всем пока пока